Привет любителям туризма! Сегодня 1 августа, а уже завтра мы отправляемся на приполярный Урал, на речку Лемпа. По этой речке мы собираемся сплавиться. Сплав у нас рассчитан примерно дней на 10. В этом видео я покажу, какое снаряжение и какую еду мы возьмем в этот увлекательный поход. Во-первых, это фотоаппарат Panasonic TZ100. Сейчас я на него снимаю, поэтому его в кадре нет. Следующая камера это GoPro 6 и также GoPro 8, которая записывает в том числе это видео. К этим ко всем трем камерам много всяких батарей. Вот GoPro батареечки и батарейки к фотоаппарату Panasonic. Их тоже очень много. Идем дальше. Это Гарминовский навигатор. С этим навигатором я уже хожу примерно лет 7. Как-то без него походу у меня не проходит. Вещь очень нужная. Идем дальше. Это два налобных фонарика, так как мы идем вдвоем. Квадрокоптер, зеркалочка. Ее скорее всего тоже будем брать. Три пауэрбанка. Здесь их два, один пока что заряжается. Потом батарейки, как мизинчиковые, так и пальчиковые. Пальчиковые батарейки нужны только для навигатора. Их надо две штуки. Тут я взял их 8 штук. В принципе должно хватить. Даже возможно с запасом. Помимо этого я беру диктофон и петличку. Естественно аккумуляторы к квадрокоптеру. Так как у меня комплект комбо. У меня здесь три аккумулятора, пульт и сам собственно квадрокоптер. Можно сказать с техникой разобрались. Ну еще можно конечно к технике не совсем относится, но все равно. Это нагрудное крепление и крепление на голову. Их я наверно возьму оба. Скорее всего что-то поможет. Вот такая техника у меня для съемок. Помимо этой техники у меня есть естественно много флешек. Как на 128 гигабайт, так на 64. И на 32 тоже есть несколько флешек. Общая память наверное где-то гигабайт 800. Вот скорее всего у меня их наверное штук 10. Может где-то чуть-чуть побольше. Вот поэтому в принципе с объемом памяти должно все хватить. Я буду снимать в формате 4К. Поэтому памяти надо много. Но я думаю то что этого комплекта должно хватить. Переходим дальше. Теперь расскажу про еду. Еда у нас распасована. Основная еда это у нас крупы. Распасованы вот такие вот пакеты. Мы практически все будем готовить в одных пакетах помимо макарон. Вот здесь у нас гречка и рис. У нас все можно сказать порционно. Все расписано по дням. Поэтому все прикинули. Взяли два дня на запас. Два дня я имею ввиду из риса и гречи. И еще должны остаться макароны. В общем у нас примерно три дня есть на запас еды. Вот помимо вот этой еды у нас есть супы. Вот такие супы. Их 5 штук будет по плану. В 5 раз мы будем готовить суп. Ну суп у нас будет непростой. В него мы будем добавлять картошку, морковь и лук. Идем дальше. Сахара вот взяли примерно наверное грамм 500. Чай и кофе. Вот тут несколько пакетиков наверное. Тут здесь 7 чашек. И здесь вот 10 штучек. Вот. Что-то возможно выпьем в поезде. Возможно. Ну основная часть естественно это будет на паковку. Свежее мясо и тушенку мы естественно не берем. А вместо этого у нас будет сушеное мясо. Вот. Мы засушили три упаковки. Здесь получилось его примерно 750 грамм. Из одного килограмма курицы получается приблизительно 200 грамм сушеного мяса. Вот здесь где-то у нас около 4 килограмм курицы свежей. Вот. Ну мы там немного уже поели. Что-то попробовали. Несколько кусочков. Здесь получилось естественно меньше. Вот я взвесил. Получилось 750 грамм. В целом должно хватить. Про еду и технику я уже рассказал. И теперь переходим к одежде. Сразу начну с термобелья. Беру одну пару. Это штаны и кофта. Штаны возможно буду поддевать, если будет холодно. Всправляться в термоштанах я скорее всего точно не буду. Так как я беру гидроштаны. Но об этом чуть-чуть попозже. Вот. Скорее всего термоштаны буду поддевать либо на стоянке. Вот когда будет холодно. Если вообще будет холодно. Либо во время сна. Если будут такие прохладные ночевки. Но это уже разберемся по ходу дела. Дальше это камуфляжный костюм. Это не совсем такой тоненький. Он более плотный. И он идет сразу с москитной сеткой. В нем плыть я скорее всего тоже не буду. А буду использовать на стоянках. Далее идет флисовая кофта. С ней я уже наверное 5 лет хожу. Беру ее и в этот поход. Специально к этому походу я купил гидроштаны. Буду плыть в них гидроноски. Я собираюсь сплавляться. Снизу будут штаны с носками. Ну и сверху скорее всего термокофта. Ну и потом уже естественно спасательный жилет. Вот такой вот у меня будет наборчик. Немного сменного белья. Это там трусы, носки. Наверное пару штучек, пару трусов. Там пару носок возьму скорее всего. Вот примерно вот такой набор. А и помимо этого еще куртка. Вот одна. Ну и вторая курточка. Но это уже как бы не для меня. Я беру себе вот одну куртку. И помимо этого еще идет дождевик. И сапоги. Сапоги забродные. Вот до сюда они примерно идут. Эти сапоги я уже использую несколько лет. Уже брал их во много походов. Первый раз я с ними поехал на Сопь. Потом в Карелию. Но потом вновь на Полярный Урал. А на речку Лангот-Неган. Поэтому сапоги проверены. Они тоже можно сказать необходимы. Потому что в них удобно будет и рыбачить. Ну и вообще. Если там дожди идут. То в принципе в сапогах будет более-менее так можно сказать комфортно. Вот так вот выглядит мое основное снаряжение. Но это еще не все. Переходим дальше. Естественно мы берем котелок. Кружку, ложку, миску. Кружка, ложка, миска. Это будет все отдельно. Это у нас идет в поезд. Поэтому я это не показываю. Здесь просто котелочек. Который отправляется с нами на Приполярный Урал. Чуть не забыл упомянуть про термос. Мы будем готовить две порции как бы утром. И одну порцию у нас пойдет на перекус. На дневной. Потом берем две веревки. Я их тоже постоянно брал в сплавы. Вещь можно сказать необходимая. Потому что если пороги мощные, то обязательно надо привязывать груз, который будет. Но так как у нас не ожидается особо мощных порогов, поэтому в принципе они скорее всего не пригодятся. Но лучше мы все равно их возьмем и вещи будем естественно привязывать. Здесь у меня находится полотенце. Скорее всего я тоже там искупаюсь. Поэтому лучше его взять. Ну и тем более если там умываться, то как бы полотенце из микрофибры, оно быстро там сохнет. Вот поэтому мы его обязательно возьмем. Два накомарника. Сухое, горючее. Будем разводить костер. Вот в этом оно пригодится. Берем пару штативов. Один такой вот маленький. И другой, на который я сейчас снимаю. Ножик, зажигалка. Это все понятно. Спальные мешки. Один похолоднее. Новый тур Арктика. Одно себе я беру уже. Спальный мешок, с которым ходил уже очень много раз. Он мне наверное лет 6. От фирмы Freetime. Alpine Life HCS. Палаточка. Неубиваемая палатка Freetime Asis 4. С ней я уже наверное тоже лет 7 или 6. В общем уже очень давно. Также я беру спиннинг. У меня катушечка Shimano Katana. Сам спиннинг складной. 270 мм. С тестом 5.25 грамм. Ну и беру тут блесенки. Блесенки. Вертушечки. Одна колебалка. Мэрс циклоп. Но в основном я рыбачу на вертушке. Я особо так к рыбалке сейчас трепетно не отношусь. Просто попробуем покидать. По ловить хариус. Вот как бы если ничего особо не глюнет. Я особо сильно не расстроюсь. Но порыбачить как бы можно. Берем весла. Два каремата. Сидушечки. Ну и естественно спасательные жилеты. А в этом пакете у меня находятся различные приправы. Костровой тросик. Вот так как будем разводить костер. И на него просто удобно подвешивать котелок. Вот. И еще газовая горелка. Перчаточки. Чтобы снимать котелок. В общем здесь находится вот можно сказать такая мелочь. Но которая как бы тоже нужна. Да и помимо этого кстати. Вот чуть не забыл упомянуть. Это естественно бандана. Баф. Перчаточки. Беспалые. Вот. И газ. Газа мы берем. Вот у меня один большой баллон. Практически полный. Тут наверное разок готовили на нем. И два свежих маленьких баллона. По 230 грамм. Думаю этого нам должно хватить. Так. Здесь находится небольшая аптечка. Перекидь водорода. Клей БФ. Пластырь. Где-то был. Ну если что сейчас тут положим еще пластырь. Зубные щетки. Расчесочка. Вот такие вот вещи. Ну теперь немного расскажу про заброску на эту речку. Поедем мы с Нижнего Новгорода. На поезде Нижний Новгород-Буркута. Ехать до туда примерно где-то полтора дня. Выезжаем мы 2 августа в 16.10. И прибываем 4 августа где-то в 3 часа ночи. В город под названием Инта. Насчет билетов расскажу. Едем мы в купе вдвоем. И в одну сторону билеты нам обошлись где-то 11 тысяч. То есть поездка туда-обратно в купе. Верхнее и нижнее место. Это примерно 22 тысячи на двоих. После того, как мы прибудем в Инту, нас встретят. Ну мы договорились насчет заброски. Вот нас встретят на Треколе. Скорее всего это УАЗик. Ну или какая-то машина с такими огромными колесами низкого давления. Заброска до этой речки нам сказали обойдется в 13 тысяч рублей. Если ехать там на какой-нибудь бахтовке или там наверное на ГАЗ-66, то цена должна будет быть скорее всего больше. Вот в общем стоит это все 13 тысяч рублей. Как сказали, ехать где-то 80 километров до Верховьев, Лемба. И это расстояние где-то машина должна преодолеть примерно за 4 часа. Вот получается где-то так. То есть 22 тысячи туда-обратно и 13 тысяч на заброску. После того, как нас забросят, мы будем двигаться вниз по этой речке. Вот и потом Лемба впадает в Усу. По Усе мы проплываем еще примерно километров 10 или 13 до поселка Абись. В этом поселке находится станция, которая называется Пост-Абись. И оттуда мы уже будем выезжать в Нижний Новгород. Билетом уже назад купили. Вот в принципе план у нас такой. Я думаю все должно получиться. Речка эта не особо такая порожистая. Вот она находится не в заповеднике, что хорошо. Поэтому никаких пропусков там оформлять не надо. Просто до тут доезжаем. Вот и сплавляемся. Всем спасибо за просмотр. Думаю информация для кого-то будет полезная. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok